У нас сегодня осталось два занятия. В связи с просьбой профессора Огородникова, его лекция будет в следующий четверг, 18 декабря. А сегодня мы проведем семинарское занятие. Тема занятия была озвучена в прошлый четверг. Социалистическое непосредственно общественное производство. Итак, была дана литература, которая рекомендовала вам ознакомиться. Я надеюсь, что вы это сделали, потому что без ознакомки к этой литературе будет достаточно нам тяжело обсуждать этот вопрос. Итак, некоторые вводные замечания, как ведущие семинарские занятия. Первое. Данный вопрос, безусловно, теоретический. Он носит теоретический характер. Но мы должны прекрасно понимать, что в зависимости от того, как понимается этот теоретический вопрос, в зависимости от этого будут следовать практические предложения. То есть, если мы понимаем характер социалистического производства как непосредственно общественного, соответственно, система управления непосредственно общественным хозяйством будет носить определенный характер и специалистический. Система будет одна, так сказать, система. Если понимать противоположное, как пытается противопоставить социалистическое производство товарное, ну, соответственно, система управления хозяйством будет другая. И, как последствия выяснить, это уже не социалистическая система хозяйства. Это первое. Второе. Я бы рекомендовал сегодня вопрос этот посмотреть в историческом плане, начиная с того, как обосновывали характер социалистического производства Марс, Энгельс и Ленин. То есть, взять историю этого вопроса. Затем, как в советское время шла дискуссия о непосредственно общественном характере социалистического производства. Если вы помните, об этом уже говорили на лекциях, на семинарских занятиях. Образовались, так называемые, две группы. Два направления экономической теории советского периода. Первое направление – это те ученые, которые отставили непосредственно общественный характер производства. И второе, так называемое, товарное. И третье, как я бы предложил рассмотреть этот вопрос, рассмотреть его по содержанию отдельных элементов этой системы. Внутри любую экономическую систему формируют системы экономических законов. Во главе которой, в основе которой стоит основной экономический закон. Понятное дело, в системе товарного хозяйства основным экономическим законом является закон стоимости. Соответственно, в диаметрально противоположной системе производства, непосредственно общественном производстве, законом стоимости не может быть, законом противоположной системы хозяйства, таковым является закон производства потребительной стоимости. Соответственно, если мы возьмем цель социалистического производства, ну, если цель производства товарно-капиталистического – это производство прибавочной стоимости или прибыли, то цель социалистического производства дилитрально противоположной – обеспечения полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Вот такая небольшая, так сказать, вступительная речь. Давайте, кто желает начать у нас выступать под данным вопросом. Давайте, Борис Николаевич, выходите сюда, можно представляться, можно здесь, можно там. А где лучше? Директор скажет. Не-не, ну, семинарское занятие, ну, чтобы все кто-то либо сюда выходили, либо там говорили. Как вы думаете? Я думаю, давайте так придем чуть-чуть минуту. Да, хорошо. Ну, вот чем отличается, здравствуйте, социалистическое от капиталистического? В первую очередь, надо посмотреть, когда же у нас было социалистическое. Социалистическое было построено ведение хозяйства, это сталинская наука и сталинское ведение хозяйства. Существовало оно с 30-го по 60-й год. То есть, сначала до 30-го года это все были этап за этапом переходные периоды до построения, которое он задумывал. А задумывал по-ленински построение социализма в отдельно взятой стране. То есть, не всего в мировом масштабе. Поскольку капитализм окружал со всех сторон, то, конечно, надо было построить, несмотря на все окружение, независимую экономику. И независимая экономика к 30-му году была построена, которая, несмотря на то, что Сталин скончался уже в марте 53-го года и пришел Хрущев, все равно эта экономика продолжала работать. Она подверглась корректировке, разрушению, но она продолжала работать. В чем отличие? Главное, что сейчас? Сейчас главное при капитализме всеобщее товарное производство. В том числе, когда цена рабочей силы тоже становится товаром. А вот при сталинской системе у нас темпы превосходили самой богатой страны в США в полтора, а то и в два раза по темпам роста производства. Сталин взял за основу не мелкое и средний бизнес, как сейчас называют и куда толкают нынешние капиталисты, а он в отличие от тех капиталистов сказал, а мы возьмем крупное машинное производство. И взялся не за легкую промышленность, которая дала развитие всего капитализма, она развивалась достаточно много, десятки лет, а он взялся за построение тяжелой индустрии. И мы выиграли в этой гонке. Мы стали супердержавой, наша страна стала индустриальной страной, и во главу угла было неизвечение прибыли. И не ставилась задача, чтобы эту прибыль везде, во всех отраслях экономики, и в мелком, и среднем, и крупном бизнесе извлекать. А физическое увеличение деньги носили, так только ориентировочный характер перерасчета. То есть в основе, что при социализме, он поставил как крупная корпорация. Вот сейчас крупные корпорации работают, как General Electric, как General Motors, Philips, Siemens, у которого мы очень много приобретаем товара. Так вот, это как крупная корпорация, где есть цеха. Между цехами никакой конкуренции нет. И все работают в крупной корпорации без всяких перерасчетов. И Сталин как раз вот так и построил только весь Советский Союз. Это была крупная, идейная корпорация. И никакой конкуренции, как между цехами, не было. Потому что это была не конкуренция, а соревнование. И соревнование отличается от конкуренции тем, что когда есть соревнование, тогда работают все на конечный результат. И вся страна начинает гораздо лучше жить. Потому что все ощущают плоды своего труда. Плюс при социализме это контроль осуществляли и профсоюзы, и рабочие движения. Это сейчас, хоть и на последнем обращении нашего президента, хорошее послание 4 декабря Федеральному Собранию Российской Федерации. Об открытости, о публичности и контроле. Ну, чей контроль? Ведь буржуазный строй защитил себя разными законами. В том числе законы о секретности, о коммерческой тайне, об амнистии капитала. И никакие ни профсоюзы сейчас не участвуют в этом контроле. Ни рабочих не допускают, которые сами же участвовали в выпуске этой продукции. Нет, конечно. И как эта продукция реализовывается, и за какие цены, и какая прибыль. Поэтому и отличается. Если у нас при социализме оставалось все в нашей стране, и в Великую Отечественную войну наши люди защищали нашу собственность, общую собственность, принадлежащую всем гражданам Советского Союза, то сейчас мы видим на примере Украины. Они защищают собственность, но еще не разберешься. И если будет здесь война, кто из Лондона, будут наблюдать наши олигархи, как защищают собственность Ходорковского, Дерибаски, Лисина и тому подобное. То есть, конечно, это и патриотическая сторона вопроса, и здорово отличается от капиталистического ведения хозяйства. Мало того, о публичности можно говорить, тогда как о публичности можно сравнить тот вопрос, когда мы знаем, что на Кипре, который входит в зону евро, достаточно много денег и российских граждан. И эти российские граждане думали, о, и заводы там зарегистрируем в офшорных зонах, и деньги положим в кипрские банки. И вот принимает кипрская страна решение. Да вот давайте у кого до 300 тысяч евро останутся вклады без изменений, а у кого свыше этой цифры, тогда 40% будет изъято. Выступает вице... Не, не, не говорите еще. В российской СМИ ничего я об этом не говорила. Как же не говорится, говорилось. Говорилось, говорилось. В условии кризиса на Кипре. Кипру надо помочь. И выступил Игорь Шувалов, вице-премьер. Как же не говорилось. И он говорил по телевидению, считайте, на весь мир. Как же не говорилось. Что нам очень жалко, я дословно не могу процитировать, но примерно так. Нам очень жалко, что многие граждане пострадают. Что деньги российских граждан, большая доля сгорит в кипрских банках. Но государство России не будет вмешиваться в эту ситуацию. И, конечно, тот господствующий класс, а это в основном господствующий класс, размещает деньги за границу. Уже в Думе в первом чтении прошло. Как же, все очень... Вот тут как раз публично в первом чтении прошло, что давайте, вот, примем закон о защите интересов российских граждан за рубежом. И если на Лазурном берегу куплены там замки, если в западных, в европейских, в американских банках положены на счета, там недвижимость и вдруг санкции. Вот санкции надо, как-то вдруг санкции ударят, будут заблокированы счета, будут арестованы заводы, развлекательная недвижимость. И вот тут-то как раз протащили, уже в первом чтении прошло обсуждение, что защитить и компенсировать бюджетом России. Ни хрена себе. Да, это в первом чтении прошло. Вора. Вот ждем, какое же будет второе чтение, сколько будет чтений и как вообще... То есть класс буржуазии, в отличие от социализма, который мы обсуждаем, разве можно было представить, когда было построено социалистическое ведение хозяйства? А оно именно при Сталине, потому что после 60-го года это все подверглось разрушению и последний добил Горбачев с 85-го по 91-й, когда в окончательном варианте произошла контрреволюция. То есть вот интересы граждан, это по законам, по законам господствующему классу. Давайте и амнистию сделаем, амнистию капитала. Мы понимаем, говорят, живите в правовом государстве. По закону, все должно в рамках закона. И мы соблюдаем это право. А право что такое? Право – это воля господствующего класса, возведенная в рамк закона. Кто писал при рабовладельческом строе? Рабы или рабовладельцы законы? Конечно, рабовладельцы. И при феодализме феодалы писали, и при буржуазии пишет господствующий класс буржуазия. В первую очередь, чьи интересы будет отстаивать? Имущие господствующего класса. Поэтому, как пройдет в окончательном варианте защиты интересов граждан, и насколько это вообще ударит по рабочему, противоположному классу, по пролетариату, мы не знаем, это же тоже завеса секретности, коммерческая тайна, мы не знаем, сколько же вообще там вывезено. Очень хорошо Путин, наш молодец президент, председатель правительства до этого не дошел, что надо перелистнуть ту страницу, которая называлась «Обшорные зоны». Но тут же еще коснется вот так. А давайте опять, мы в правовом же государстве живем, давайте по закону. А где сошлитесь на норму закону, по какому праву? Сталинские репрессии? Нет, Сталинские репрессии не надо. Сталинские репрессии? Что репрессии? То репресс, давление, не отдавайте без давления. Со стороны государства не надо давления. А как без давления? Я вот не знаю. Даже вот после послания, федеральному собранию последнего, А вот я не слышал в публикациях, может быть вы слышали, что поток денег пошел из офшорных зон. Да, это же умудриться надо, что прославленный Кировский завод часть основных фондов направил в Германию и организовал там производство. А здесь свернул производство и главная задача Кировского завода – сдача получения в аренду. Здорово получается. При социализме это нельзя, поэтому предпочтение социализма и социалистическое ведение хозяйства гораздо предпочтительнее, чем капиталистическое. Спасибо за внимание. У меня вопрос пока вы идете. Социалистическое производство какое? Непосредственно общественное или товарное? Конечно общественное. Непосредственно общественное. Но не товарное, правильно? Да. Все, спасибо. Еще одно есть? Нет, все. Спасибо. Борис Николаевич очень широко охватил много тем. Все-таки я прошу выступающих вернуться к теме семинарского занятия. Здесь что-то о характере социалистического производства. Кто желает продолжить? При социализме, чем оно отличается? Пожалуйста, это же семинар. Семинар, пожалуйста. Я не готов выступать, поэтому я просто пытался оценить, в чем социалистичность экономики была в 30-е годы, в 40-е. Я не услышал вот этих вот. Чем она конкретно отличается от капиталистической? От государственной монетаристической, скажем. Ведь мы знаем, у Клифа есть, по-моему, работа, да? Государственный капитализм в России. То есть в чем обвиняется? Это что, это зачем наш вопрос сейчас? Я не очень понимаю. Конечно, ко мне вопрос. Я прошел. Есть ко мне вопросы? Если я ко мне выступление, пожалуйста, выступайте. Это не выступление, я не готов. Ну а что желает? Да, такого не может быть. И не то, и не другого. Кто желает продолжить? Винец, товарищи. Вы как? Потом? Кто? Я думаю, что вы выступите, товарищи. А вы как, товарищи? Я готов. Каналиста. Я как ведущий закрещение буду. Да, да, да. Закрещение будет хорошо. Давайте. Включайте. Значит, уважаемый товарищи, тут есть в этой теме, которая у нас обсуждается сегодня, вопросы теоретические, а есть вопросы практические. Конечно, мы должны различать. Потому что никогда не бывает, так сказать, в полной чистоте на практике то, что, так сказать, выражено теоретически, с одной стороны. А с другой стороны, если теория никак не проявляется в практике, это никакая не теория. Погромче. Потише. Так вот, что, прежде всего, нам надо положить в основу развлечения товарного хозяйства и непосредственно общественного? Ключевое слово здесь – непосредственно. Ключевое слово. Потому что капиталистическое производство товарное, конечно, общественное, правда? У него есть общественный характер. Поэтому, если мы будем стоять и подтверждать, и доказывать, что производство носит общественный характер, и социалистическое производство носит общественный характер, то, в общем-то, мы тогда никакого различия не увидим. И по этой линии, конечно, никакого различия и нет. Дело в том, что либо целью производства является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, я сейчас сформулировал цель социалистического производства так, как она записана в первой программе партии, принятой в 1903 году, и во второй программе партии, которая была принята в 1919 году, на восьмом съезде РКПБ, и которая просто, с подачи Ленина, просто повторяла эту же самую формулировку. И эта формулировка у нас держалась в программе, пока не выпала из нее на 22-м съезде с ревизионистским извращением, которое там произошло. Отсюда, так сказать, соответствующие изменения, которые прошли сначала в теории, а потом и на практике. А какая цель любого товарного производства, любого товарного хозяйства, любого товаропроизводителя? Стоимость. А при дальнейшем развитии прибалочная стоимость. То есть не то важно, что я делаю, и то, что оно общественное, это не важно. То есть я работаю на общество в конечном итоге, но непосредственной целью является получение стоимости. В дальнейшем получение прибалочной стоимости. Вот в этом смысле Маркс и говорил, что Оуэн, в Капитале он это писал, предполагает форму производства диаметрально противоположную товарному производству. Диаметрально противоположную. Потому что в одном случае цель – стоимость, а в другом – обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития. У товара есть две стороны. И одна сторона вообще отпадает с развитием общества. Потому что товарное производство и изначально его не было при первобытном общинном коммунизме. И работодельческое производство нетоварное, хотя товары уже были. И отдельные, так сказать, виды производства, которые с целью обмена производились. И феодальное хозяйство – это не товарное хозяйство. Правда? Где основная масса продуктов производилась? Как натуральные продукты. Где? На Барсине. В крупных феодальных латифундиях. А до этого в крупных ровладельческих латифундиях. Но всё больше и больше производилось продуктов для обмена, и помещики обменивали часть продукта, не главную, не основную. И крестьяне всё большую часть, и всё больше крестьян переходило к тому, особенно в России, скажем, если посмотреть конец 19 века, всего лишь переходило к тому, что производить продукцию для обмена. И появилось, так сказать, товарное хозяйство всё более широкое и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Так вот, если это мы зафиксируем с вами, что цели производства товарного и цели производства социалистического диаметрально противоположны. Одно товарное, другое непосредственно общественное. То есть то посредственно общественное, это капиталистическое производство, это непосредственно общественное. Вы пришли поговорить или поучаствовать, молодой человек? Саша, вы же опоздали. Опоздавшие тихо приходят и аккуратненько сидят, а вы пришли и начали разговаривать. совсем нехорошо. Вот это первое, что мы должны усвоить. Теперь второе. Если мы говорим о социалистическом непосредственно общественном производстве, то мы должны понимать, что никакого такого социалистического способа производства нет. Есть всего пять способов производства. Я сейчас об этом говорю, чтобы нам по-крупному эти вопросы решить. Это первобытный общийный коммунизм, это владельческий строй, это феодальный, это капиталистический и коммунистический способ производства. Никакого социалистического способа производства нет. И поэтому в переходный период от капитализма к коммунизму главными двумя укладами, которые боролись, были противоположными укладами, тогда их противоположность тоже была видна, это коммунистический уклад и капиталистический Как только коммунистический уклад победил и стал всеобщим, мы получили коммунистический способ производства. Но какой? Такой, который вышел из какого способа производства? Из капиталистического. Вот тот коммунистический способ производства, который вышел из капиталистического способа производства, тот и является коммунистическим способом производства в его первой фазе. А коммунистический способ производства в его первой фазе – это тот коммунистический способ производства, который дает нам социалистическое общество. В чем его особенность? Что здесь отпечатки, на нем лежат выхождение из капитализма. В чем этот отпечаток выражается применительно к нашей теме, к теме характера производства? А в том, что, конечно, цель производства прямо противоположна товарному хозяйству. Цель, я уже сформулировал один раз, второй, могу еще раз формулировать, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И свободное всестороннее развитие всех членов общества. С другой стороны, что нет таких интересов экономических и трудящихся социалистического общества, связанных с распределением по труду, что нет таких действий, которые вытекают из этих интересов, которые сводятся к тому, чтобы дать обществу поменьше и похуже, и взять от общества побольше и получше. Есть? Есть. Как это характеризовать, такие действия? Вот такие действия вообще характерны для какого класса были? Для товаропроизводителей обычных, которые трудились, крестьяне, не то важно, что я делаю, то важно, что я за это буду иметь. Сам бы ел, да деньги надо. То есть, я произвожу как бы для этого. И вот такое отношение к производству, оно не в морали, так сказать, коренится, а в том, что сама организация производства предполагает, что с одной стороны, есть распределение по потребности, это общественные, через общественные фонды, а с другой стороны, есть распределение по труду. Значит, я заинтересован в развитии общественного богатства, если я член социалистического общества, больше общий пирог, я больше получу. А с другой стороны, даже если этот пирог сокращается, а доля у меня увеличивается, этого пирога, то я в этом тоже заинтересован. Не важно, какой там общий пирог, а важно, сколько я от этого пирога смогу отрезать. И это, к сожалению, не в области морали коренится, а это коренится в самой экономике. Экономические интересы любого члена социалистического общества противоречивы. Как назвать этот момент стремления дать обществу поменьше и похуже, и получить от него побольше? Поскольку это характерно вообще для любого товаропроизводителя, а производство уже не товарное, а непосредственно общественное, как это назвать? Ну вот, для этого можно употреблять термин «товарность». Остается еще как отрицательный момент социалистического непосредственно общественного производства. То есть тогда мы видим, что для социалистического производства характерно и то, что оно в целом не товарное, непосредственно общественное, но товарность еще как его противоположный момент, в нем же и присутствует. Должно нас это удивлять? Нет. Не должно. Вот если, скажем, здесь собрались хорошие люди. Саша, вот ты можешь сказать, что у тебя нет недостатков? Он не будет говорить, он даже опоздал. Вот он сразу же мы... То есть здесь в среде не бывает. Да, не бывает. Не бывает. Поэтому и люди так устроены, и производство так же устроено. Тем более, что, неужели мы можем ожидать, что коммунистическое производство возникнет из капиталистического и не будет нести родимых пятна этого выхождения? Вот, собственно, это самое главное, что нужно усвоить. То есть, с одной стороны, полная противоположность этих двух способов производства. Один способ производства управляется законом стоимости. Основной закон – закон стоимости товарного хозяйства, в том числе и высшей его формы, как говорил Энгельс. С другой стороны, непосредственно общественное социалистическое производство – закон потребительной стоимости. И закон потребительной стоимости вот так вот он расшифровывается как цель социалистического производства. То, о чём я вот говорил, это есть закон потребительной стоимости. Не закон стоимости главный здесь, а закон потребительной стоимости. А закон стоимости вообще здесь не является законом стоимости. И вообще не является законом, потому что закон стоимости – закон товарного хозяйства. А у нас хозяйство не товарное. Вот и всё. Нету такого закона. Хотя некоторые товарищи, в том числе и товарищ Сталин, когда писал «Экономические проблемы социализма в СССР», это противоречие, к сожалению, не отразил. И хотя у него есть замечательное высказывание о том, что у нас совершенно новое содержание, оно в старых форумах себя проявляет, оно в старых форумах уже присутствует, оно есть главное содержание этих форумов. Но все-таки, скажем, вот такого рода ошибка была и противоречие с тем, что сказал Энгельс, и с тем, что считал Маркс, и с тем, что говорил Ленин. Потому что Ленин, например, если взять его замечание на книгу Бухарина «Экономика переходного периода», вы можете это посмотреть в таком издании, которое называется «Ленинский сборник», 11-й Ленинский сборник или 40-й. Там Бухарин пишет «При капитализме товар, а при социализме продукт». Ленин пишет замечание «Не продукт, этого недостаточно, а продукт, идущий в потребление не через рынок». И вот в двух ленинских сборниках, а это вот, собственно, там-то полностью и собирается все, что найдено, Ленину написано. А полное собрание сочинений в полном соответствии с диалектикой, как говорится, оно не полное. Например, его не включено, вот то, о чем я говорил. Не включена вся переписка Маркса и Энгельса, конспект переписки Маркса и Энгельса, Ленинский, вот отдельный том, изданный Институтом марксизма, тоже не включен в полное собрание сочинений. И не случайно, что не включено именно однозначное высказывание Ленина о том, что это не товар, а продукт, идущий в потребление. Не через рынок, и после этого начинается движение на рынок. Поэтому те, кто понимает социализм как товарное хозяйство, так называемые товарники, те, которые понимают его как рыночники, которые говорят о движении, это враги социализма, это его противники, это контролюционеры, и это сейчас подтвердено практически. А в той дискуссии, о которой говорил Виктор Иванович, и это присутствовало теоретически. Теоретически сторонники непосредственно общественного производства разгромили товарников в политической экономии. И даже прежние сторонники товарного производства, например, как профессор Пешихонов, который выпускали, с нашего факультета экономического, который выпускали сборник под названием «Социализм и товарное хозяйство», стали выпускать другие сборники. Непосредственно общественное социалистическое производство. Так это уже было. Ни одна конференция экономическая, я это хочу подчеркнуть, ни одна конференция экономическая не сделала вывод, что надо идти к рынку. Поэтому наплевали на позицию экономистов, на всю экономическую науку. Взяли Абалкина вместо Аганбегяна, который не поддавался вот такому нажиму чисто политическому, чтобы он был от имени экономической науки, хотя он в этой экономической науке и представитель той самой ревзионистской ветви, и последователь Чехословатского ревзиониста Ирине Гатова-Ташика. И чисто политически повернули на рынок. А те, кто из экономистов попал в Центральный комитет, профессор Сергеев из Движения Коммунистической инициативы, он оказался в Центральном комитете КПСС, на пленуме апрельском 1991 года проголосовал против движения на рынок. Вот это, так сказать, чтобы нам установить историю. Поэтому об этом тогда были очень жаркие споры, и тогда, скажем, Виктор Иванович в курсе дела всех этих споров, тоже при этом при всем присутствовал. Другие наши товарищи, Александр Владимирович Золотов, все мы в этом участвовали. И фамилии можно назвать. Это Николай Андреевич Моисеенко, это Виктор Георгиевич Долгов, это Анатолий Карпович Пократан из Одессы, это из Ярославля Александр Иванович Кащенко, это Хесин из Московского государственного университета, это от Соголов, так сказать, если в целом взять, заведующий кафедрой Московского университета, то есть у нас, и это вообще представители московской школы, они, это была школа не товарная, а представители так называемой Ленинградской школы, вот, так сказать, внутри которой мне, скажем, и Виктор Ивановичу приходилось вариться, это были товарники в основном. Но достаточно, так сказать, крупные и умные люди, скажем, такие, как Трифонов Дмитрий Константинович, завкафедрой политэкономии и ПК, он сначала сказал, что то, что наше производство носит товарный характер, это не имеет, это не подлежит никакому сомнению. У него такая была форма высказываний. Через некоторое время после этих наших бурных дискуссий, обсуждений, выходит Трифонов тот же, а он был председателем нашего совета, докторского по политэкономии, говорит, то, что наше производство социалистическое носит непосредственно общественный характер, не подлежит никакому сомнению. Вот на этом я хотел бы свое выступление и закончить. Что хочется продолжить дальше? Обсуждение этого вопроса. Похоже, желающих нет. Надо, наверное, анонсировать. Пожалуйста, по теме. Я правильно понял, что товарное хозяйство исчезает, и сама стоимость только при полной, при изобилии материального производства, когда неправильно. Тогда, соответственно, вопрос. Как же они собираются распределять товар, государство, социалистическое государство, вот произвели товар. Нет, не товар, а не непосредственно общественный продукт. Ну, продукт, продукт, правильно. У Харина продукт, а вот они говорят, продукт, идущий, потребление не через рынок. То есть не товар, непосредственно общественный продукт. Продукт. Произвели, значит, они... Его же надо распределять, если он ограничен. Но как же цены на рынке, они... Цены сопроводителей. У нас цен нет. Так вот я и спрашиваю. Вот если цен нету... И рынка нет. И рынка нет. Как же тогда распределять-то? Читайте Карла Маркса. Ну, это хорошее. Нас Маркс объясняет. Маркс... Можно я вам отвечу сразу? Международная тема. Нет, мы рядом встанем. Да, да. Значит, очень хороший вопрос. Как распределять? Что распределять будем? В зависимости от того, что будем распределять? Не продукт, а непосредственно общественный продукт. Общественный продукт. Сначала, значит, Маркс говорит, в критике ГОСКОЙ программы рассказывает, что нужно сделать сначала? Выделить общественные фонды. То есть то, что нужно на возобновление производства. Никуда они распределяются. Они остаются в общественной собственности. Правильно? Затем нужно определить, что будет распределяться по потребности. Офо. Я правильно. Что у нас распределялось по потребности? То есть не в зависимости от того, сколько человек работал. Вот вы хорошо работали, если вы хорошо работали, вам 10 зубов выработали. А я плохо работал, мне только один. Так что? Бусинство. Медицина. Все услуги медицины распределялись по потребности. То есть это вот все, что требовалось для медицины. Все это непосредственно оставалось в общественной собственности. А если нужно вас много лечить, ну 100 тысяч потратит в общество, 200 тысяч. А если у вас насморк, идите в аптеку, вам дали зарплату, идите и получайте. А вот сейчас наоборот. Если у вас что-то мелкое, ничего, у нас есть страховая медицина, обязательное страхование, мы вам насморк вылечим. Но если вам операция на 300 тысяч, ну вот идите и ищите. Родственников, знакомых, если соберете, нет, ну не соберете, говорят, что зато хоть вы недолго жили, зато молодым умерли. Они как некоторые мучаются до старости. Все в порядке. Это медицина. Значит, медицина, образование по потребности. У вас есть потребность учиться? Учитесь? Нет потребности? Сейчас у вас есть потребность учиться? А деньги есть? Нет? Денег нет? Как говорил профессор Рященко у нас. Деньги есть, Иван Петрович. Денег нет? Прошли, вот сволочь. Все. Следующее, что распределялось у нас? Жилье. Если у вас большая семья, вам больше дадут бесплатно жилья. У нас нет изобилия, не было жилья. И сейчас нет изобилия. Сейчас еще меньше стало жилья у трудящихся. Но, так сказать, вы стояли в очереди, и все в очереди, постепенно получали. Ну, когда получали, наверное, если у меня двое человек на двоих, если на десять человек, на десятерых. Вот Виктор Иванович, лично вот здесь сидящий, посчитал, что вот те расходы на жилье, медицину и образование, которые сейчас идут, деньгами, занимали пятьдесят шесть. Больше половины. Больше половины всего. Остальное распределялось по труду. Что значит по труду? Вы получаете бумагу от государства. Что это за бумага? Это квитанция. И об этом и Марс говорил, рабочие квитанции. Нигде этого нет. Что? По визе, нигде этого нет. Везде это и есть. При социализме. Квитанции. Да куда? Достаньте свой кошелек. Как нет? Показываю квитанцию. Участники рабочие квитанции. Это же не деньги. Не надо. Сейчас не квитанции, но они и сейчас бумага. КНДР тоже, наверное, нет. Тихо. Все деньги там. Дорогой товарищ, мы с вами занимаемся теорией или занимаемся непонятно чем? Что такое деньги? Скажите, пожалуйста. Деньги армонитарные. Деньги – это естественное развитие товарного производства. Что это такое? Это не развитие того. Это носители блага. Это не носители блага. Это товар, дорогой товарищ. Это товар. У нас не товар. Да, очень хорошо. А у нас не товарный продукт. Товаров нет. Поэтому денег нет. Все. Нету денег в социалистическом? Нету. Читайте Косолапова Ричарда Ивановича. Ричард Иванович хороший, он написал книги «Социализм, вопрос и теорию». Очень вам рекомендую. Нету денег, забудьте. Это тоже не деньги. То что написано? Билет банка России. Билет банка. Билет. Билет вам. Этот билет, представитель товаров. А при социализме такой билет был. Представители непосредственно общественных продуктов. И тогда писали, он не билет банка, он обеспечен всем достоянием государства. Всем достоянием. Так это я и называл носитель блага. Носитель общественной собственности, а не просто блага. Или общественного блага, но общественного. Общественной собственности находящейся. И вот вы, получив вот эту сумму, сравните теперь вот эти бумажки с общим количеством бумажек, выданной зарплатой, и получится ваша доля. Если хотите, можете дробь себе записать, вот это количество ваших бумажек, которые в вашем кошельке или в кармане. Разделите на общее количество бумажек, которые выданы в виде зарплаты, и получите свою долю. А чтобы было удобно, все-таки вам с долями, умножаем все на общий знаменатель. И тогда все будет в целых числах. Вот и все. Никаких тут денег нет и не пахнет деньгами. Вообще. Вы идете, два раза, теперь эти бумажки совершают. Вот я государство, вы работник, я вам дал эту денежку, зарплату, берите, берите, берите. А потом вы приходите ко мне же в магазин, в государственный. В государственный вы приходите. И обратно, вы не стали брать, и правильно не стали, потому что вы все равно мне ее отдадите. То есть эта денежка совершила, она не перешла к вам, она совершила круговое движение до работника и от работника. И вытолкнула благо, про которое говорят вот уважаемые мои коллеги. И вы получили благо, и все. Тут нет никакого обмена. Тут есть прямое распределение, вы получили благо. Но вот эта вот штучка сыграла роль учета вашего вклада трудового. Потому что у нас идет распределение по труду той части, которая не распределяется по потребности. Раз у нас коммунистическое производство в первой фазе, то основная масса благ распределяется по потребности, вторая часть по труду. А некоторые с виду по труду, но на самом деле по потребности. Потому что когда картошка стоит 10 копеек килограмм, то конечно вы пользуетесь ей по потребности. А вроде бы как, все по труду. И капуста 5 копеек килограмм, когда видно. И когда проезд 3 копейки на трамвае и 5 копеек в автобусе, 4 в троллейбусе, то тоже. И когда вы, если вы были на западе, там водичку, там они нальют, в эту раковину, ну там значит в этой самой ковыряются раковины. У нас скоро так тоже будет. У нас стараются так же сделать. А если вы включили здесь воду, неужели вы моетесь по труду? Все мылись по потребности. В России, в СССР. Поэтому надо понимать, даже в этой форме, которая по потребности, которая по труду, там тоже проявляет себя распределение по потребности коммунистической. И что такое теория? Теория это свет. Если человек теоретически твердо подкован, он правильно видит то, что я вовсе не призываю вас, не говорить слово деньги. Если вы привыкли говорить, слава богу, так и говорите. И никто вас не засчитает верующим. Если вы это скажете, прошел к дьяволу, это не значит, что я верю в темные силы. То есть, если вы будете говорить товарный пояс, я не буду вас заставлять говорить грузовой. Ну скажи, и не обязательно вы говорите. Не говори халва, а то слава. И не обязательно говорить, что это государственное объединение, может сказать лавка, что угодно. Не в этом дело. А сущность теоретическая, сущность действительно экономическая, потому что это непосредственно общественное количество. А то, что если в производстве и в труде есть отпечатки товарности, они в этом есть. То есть, это начинают использовать для накопления благ, которые потом эти дневники пытаются на этой почве создавать настоящее товарное производство. И они к моменту контрреволюции уже сделали производство на наших заводах подпольное или полуподпольное, которое было вполне товарным. И на которое опирались все те контролюционеры, которые уничтожали непосредственно общественное и стилистическое хозяйство. Так? Так, так, это я не отрицаю. Давайте объясните. Тут сталинская экономика. Не было сталинской экономики. У нас была социалистическая экономика при Сталине. И не было социалистической экономики, когда учинили... Ну, даже книга есть в сталинской экономике. Книга есть, а мы должны понимать глубже, что Сталин велик не тем, что он Сталин, а то, что он выразитель интересов рабочего класса и носитель социалистической идеи и практики. Почему такое было нормальное развитие, допустим, а вот в КНДР, примерно такой, в КНДР очень низкий уровень. КНДР очень высокий уровень, я там был две недели, да, ТРКРП посылал, главой делегации, две недели я там прожил, там очень высокий уровень, нам до этого уровня не приходят до неба. Там люди, ни одного нищего, ни одной проститутки нету, там все чистые одеты, все работают, в 6 часов утра встают, а в 10 выключается телевидение, никаких ночных клубов, ни этого пьянства, ни этого самого, никаких наркотиков. Вся страна работает, страна находится в состоянии войны, вся вооружена, потому что у нее война с 17 государством во главе с Соединенными Штатами Америки. Но все накормлены, все обуты, все одеты, и мы были прекрасные школы, а в центре Пхеньяна стоит огромная гостиница, 203 этажа, чтобы больше было, чем империя. Билдинг, и там красный флаг сверху, и у них, так сказать, символ черп-молот и кисть, так сказать, это вот союз рабочих, христиан и интеллигенции. И люди образованы, ну ведь такая страна, так сказать, смогла создать, так сказать, космическое производство, и, так сказать, вышла в космос, и сделала дешевую для себя защиту в виде ядерного оружия. Потому что наши эксперты говорят, ну если бы они делали высокоточное, они бы вообще разорились. А они сделали так, что их приходится иногда, так сказать, Соединенные Штаты Америки раскошеливаются, их, так сказать, что-то не возить. У них все есть там, кроме нефти. Можно это? Да. Вот если так посмотреть, как вы говорили сейчас про... Не, не, вы с микрофону. Говорили сейчас про деньги. Ну давайте тогда посмотрим также на капитализм. В капитализме тоже люди... Вот там есть капиталисты, которые призывают себе часть продукта. Но в остальном люди, обычные рабочие, там тоже получают по труду минус то, что они отдают капиталисту. И ровно так же идут с этими билетами. Не получают по труду, потому что по труду тогда не должно быть капиталистов. А если вы сравниваете по труду, по сравнению только между рабочими, а в чем вы их исключаете, капиталистов? Вот капиталисты-то надо всех взять, это все члены общества. В обществе разница, по труду идет распределение? Нет. По труду и по капиталу. И по капиталу. Вот среди рабочих, среди тех, кого я эксплуатирую, там по труду. Да, согласен. А среди нас по капиталу. Просто мне кажется, что это... Чем у вас, вы никто. У вас больше капитал, чем у меня, но я никто. Да, эквилибристика получается. Никакой эквилибристика получается. Никакой эквилибристика. Что фактически, вот капиталистов, как бы, можно их вообще отдельно, вот они приходят, просто дам забирают, как бы и все. А в остальном люди... Не все, они все забирают, все забрали, они господствующий класс, а вы пришли на работу, вас обобрали на них, и все, идите домой. Ну, тут это, конечно, все слишком преувеличено. Объясню. Подожди, дайте я вот, можно? Вот, скажите, пожалуйста, если вы в своем выступлении говорили, и на предыдущем занятии, вот я выступал и говорил, что при капитализме есть прибавочная стоимость. Капиталист, получив прибавочную стоимость, хотя бы 90% оставил в своей родной стране, в развитии производства. Ведь почему производство не развивается? Потому что получив прибавочную стоимость, в нашей стране, в России, прибавочную стоимость получили, и почти все отправили за границу. Купили на Лазурном берегу, хорошие прокуршавелили, а мы что говорили? Давайте примем или на уровне исполнительной власти, или на уровне законодательной власти, то есть или решением правительства, или законом на уровне законодательной власти. Хотя бы 90% давайте от этого оставим здесь, от прибавочной стоимости, а на 10% прокуршавелили. Скажите, пожалуйста, при Сталине, при сталинской экономике, разве можно было представить, почему у нас в полтора-два раза темпы роста производства выше были, чем у Соединенных Штатов Америки? Почему? Да никуда не отправляли ни до Кипра, ни в Америку, ни во Францию, все оставалось в нашей стране, и пользовались этим все наши граждане. Это я понимаю. Разве это не принципиально отвечает? Да, это принципиально, просто капитализм. Во-первых, вы рассматриваете сейчас капитализм наш, ненормальный, компрадорский капитализм, а есть капитализм национальный. Собственно, Первая мировая война началась из-за национально ориентированных, из-за конфликта интересов национально ориентированных буржуазий. Германского империализма, английского, ну я думал, вы не будете это отрицать и так далее. То есть, я сейчас рассматриваю нормальный капитализм, что называется... В нем в капитализме работника ограбляют. Так вот, по-настоящему, если посмотреть на капиталистов, то они нормальные капиталисты. Нормальный капиталист. Об этом, кстати, писал Маркс в первом томе «Капитала», я еще это помню. Капиталист. Хороший капиталист не тот, который тратится на Куршеву, а тот, чья цель – перманентное расширение собственного дела. То есть капиталист вкладывает все в свое же дело для расширения. Да, увеличение капитала. Это принципы протестантской этики, правильно? Да, вообще шикарно. Вот нормальный капитализм, а капитализм – протестантская этика. Шикарно будет не по Марксу, а по протестантской этике. Ну я просто хочу сказать… То есть принцип – это само возрастание капитала. Да, само возрастание капитала. Капитал – это тот, кто всасывает постоянно чужой неоплаченный труд. Нет, это вот увеличение вот этого самого объема чужого неоплаченного труда, это и есть нормальный капитализм. Если вы говорите о разных капиталистах, то, конечно, капиталисты, которые в национальных интересах делают, они комбардовские, конечно, эти лучшие капиталисты. Да, просто тогда я поясню, что я имею в виду, а то меня как бы перебили, это не то, не то я имею в виду. Значит, я имел в виду, что, давайте просто не перебивайте меня в несколько минут. Нет, ну я не пойду, вас не добиваю. Объясню. Кто такие капиталисты? Капиталисты, это как бы капитаны экономики, это капиталисты сами так говорят. Да, но они в принципе по-настоящему работают как просто менеджеры, просто они в своих интересах, чтобы свое, ну давайте я уже договорю две минуты, свое дело расширять. Смысл, отличие от социализма, так что в социализме все централизовано, а тут война идет вот этих отдельных корпораций друг с другом. Но что делает нормальный капиталист? Он, он извлекает прибавочную стоимость, то есть то, что рабочий произвел, капиталист у него взял, продал, есть дополнительное. Куда он это отправляет? На расширение производства. А это куда? Это в сферу производства, в сферу средств производства. Где-то эти рабочие, тамошние получают эти деньги. И там капиталисты, они сами это берут себе на свое пропитание, вот чистый паразитизм. Ну сколько, это вот доход на акцию, это там где-то 5% от чистой прибыли по-настоящему. Нет, 5%! Это официальная статистика по Америке и так далее. Тоже Генри Форд и так далее, они же в штопанных носках ходили. То есть там минусы рыночной экономики, я вижу, именно в войне всех против всех и в стихийности из организации. А классовые противоречия, как таковые, они заключаются только в том, что капиталисты, ведя войну друг с другом, народ от этого страдает, от этих кризисов стихийных и так далее. А сказать, что капиталисты ограбляют народ, ну собственно все, вот этот капитал, например, у Белогейца говорят, 40 миллиардов, что это такое? Это капитализация корпорации Маркрософт. Здания, сооружения, туда-сюда и так далее. То есть и все это служит, ну там, не америкастам, а народу. Это все злодоу пьянеры, милый сладец, позиции. Вот, ну вот так вот. Вот. Позиция, я стала. Я хотела бы... Вот, я говорю, товарищи, это все говорят, сейчас говорят, пропагандон. Потому что карасальный совершенно свой ранье паразитирующих. Карасальная роскошь присутствует. Тот же Рас-Вегас. А они там всяких казино, где только они там не проигрывают, не прокутывают, это никак не дать процентам. Есть, да, есть иногда изредка попадаются такие, как Генри Форд. Это очень большая редкость, такие, как Генри Форд. Это излучение. А ранье жирующих, просто еще не дедущих, чисто на паразитической основе живущих, их миллионы и миллионы. Так что поэтому это совершенно никуда не годится. Он говорит, это мелочи. Ну, конечно, мелочи. В рамках ВГП это мелочи. Наша дискуссия ушла... Нормально. Наша дискуссия ушла в смежные темы, а первоначальные, так сказать, ну, наверное, и это хорошо, потому что те вопросы, которые злободневные, наболели, они, так сказать, на нашем семинарском занятии и вылезли. Значит, я только скажу одну фразу, которая здесь звучала. Значит, капиталист... Вообще, кто такой капиталист, да, по маршу? Это персонифицированный капитал. Капитал – самозрастающая стоимость. Еще раз повторю, так сказать, классическое выражение, ее сущность содержания – это высасывать неоплаченный труд наемных рабочих. Вот его сущность. А там уже сколько можно приводить примеров тысяч и миллион и бережливости, и штопанных носков, и прочего. И чем лучше капиталист, тем больше он высасывает. Чем больше он высасывает этого неоплаченного труда, тем он считается лучшим и хорошим капиталистом. Тем больше его капитал. Теперь возвращаемся к теме нашего занятия. У нас, в принципе, здесь мы генеральную линию определили. Михаил Васильевич очень четко все рассказал. Как раз я хотел бы добавить только несколько комментариев. Но вообще, значит, вот эта дискуссия, если можно сказать, дискуссия о характере социалистического производства, она начала берет еще, когда социализма не было. Вот был такой прудон. Деятель, который считал себя защитником бедных, написал целую книгу, называется она «Философия нищеты». Где он, так сказать, очень ругал, критиковал капиталистов, которые, как вы говорите, грабят рабочих и вообще трудовой люд. И стремился, хотел построить справедливое общество. Ну, наверное, будущий социализм. Но при этом, в основе этого, этой концепции, так сказать, проекта положил товарный обмен, товарное производство. Марс, это еще до «Капитала», ответил в своей книге «Ничтой философии», где разложил по полочкам и объяснил всю эту абсурдность, нелепость и вообще реакционность этой идеи. Затем в «Капитале» он, так сказать, обосновал. И вот посмотрите, ведь Марс и Энгельс при социализме не жили, они не видели. Но сделали вот те выводы гениальные, которые Михаил Васильевич, так сказать, здесь приводил, о том, что непосредственно общественное производство, но форма производства диаметрально противоположная товарным. Ну, потому что, если, так сказать, исследование капитализма, «Капитали Марса» истинное, то и выводы тоже будут истинные. Что касается Владимира Ильича Ленина, вот он умер в 2024 году, социализм как такового в целом в экономике не было, а был переходный период от капитализма к коммунизму. Тогда еще существовали уклады экономические, коммунистический уклад, который потом победил и стал господствующим в целом, и капиталистический мелкотоварный. Но уже тогда он писал, что продукт социалистической фабрики, обменивая на крестьянское производство, не есть товар, пристает быть товаром, уже не товар, во всяком случае не товар. Поддержит, так сказать, Борис Николаевич начало его выступления, что с 30-х годов, когда у нас победил в экономике, победил, так сказать, непосредственно, стало в целом непосредственно общественное производство. Вот, скажем, Сталин однозначно говорил, так сказать, теоретически в своей работе экономические проблемы развития социализма, что продукты, что средства производства не являются товарами. Вот это была та теоретическая основа, на которой строилась система управления. И я напомню, что основной показатель был не какая-то там прибыль, не стоимостной объем, а снижение себестоимости, снижение себестоимости. Но в то же время, вот он допустил непоследовательность, признавал, так сказать, говорил, что предметы потребления являются товарами, и допускал в известности мере использование закона стоимости. Мы сейчас понимаем, что как можно использовать основной закон капиталистического производства в диаметральном противоположном производстве. Это никак нельзя. Это приведет к обратному, к возрождению этого. Но, видимо, за эту непосредственность уступили те, которые мы называем рыночники. И вот, так сказать, пошла дискуссия, о которой, так сказать, Михаил Васильевич рассказывал. Я, так сказать, также подтверждаю, что ни одна научная конференция, вот уже, когда началась, так называемая, перестройка, переход капитализма в Горбачевске, она не поддержала это дело. Другое дело в партии. Ну, возьмем, скажем, руководящий орган коммунистической партии, это съезд. Ну, вот, 61-й год, все, так сказать, не большинством, а единогласно, они две вещи делали. Выкинули центральный пункт, ну, это не экономический, политический, диктатуру пролетариата. И, скажем, обрезали, сковеркали, так сказать, как-то обкарнали цель социалистического производства. Вот реформа 65-го года, то есть можно сделать вывод, что большинство, так сказать, руководства партии были уже, ну, ревизионисты, по сути дела. В 65-м году реформа, ну, она принималась не на съезде, лишение принятия, это было совместное постановление СК КПСС, Совмина и Президение Верховного Совета, если не ошибаюсь. А вот последний съезд партии, который уже принял прямой курс на развитие капитализма, там голосование каким путем разложилось? Приблизительно. Одна треть проголосовала против. То есть мы можем сказать, что на этом этапе все-таки треть руководящего, так сказать, высшего руководящего органа партии выступила против капитализации и, так сказать, курса на рыночный социализм, а по сути на капитализм. Поэтому, подводя итог, вот те теоретические выводы, о которых сейчас вот говорили, что социалистическое непосредственно общественное производство является диаметрально противоположным товарному производству. Они являются основополагающими и дают нам, во-первых, понимание того, как анализировать то, что произошло в СССР, и второе, в случае победы, она, так сказать, неизбежно придет, будем знать, как строить и развивать социализм и коммунизм. Все, спасибо. Значит, следующее занятие у нас, 18-го числа, последнее заключительное занятие проводит профессор Огородников. Вообще последнее или только в этом году? Последнее. В этом году, да. А, я думал, вообще уже? В этом семестре. Что народ же не рушит? Нет, в этом семестре. В этом текущем году. Но не в этом учебном году. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok